Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день публикуется видео по танкам со свежими обзорами на все, что появляется в нашей игре. И даже если у меня нет возможности нормально записать видео за стационарным компьютером, я это сделаю с телефона специально для вас. И в этом видео, друзья, мы с вами покрутим рулеточку на мега-контейнеры. Мега-контейнеров здесь действительно немало насыпали, но, понятное дело, есть всякого рода шелуха типа песочных контейнеров и вот этих великолепнейших контейнеров кастомизации. Короче говоря, ребят, рулетка, я бы сказал, не сильно дорогая на количество мега-контейнеров, которые сюда положили. Но опять-таки не факт, что вам из них будет нормально сыпать, поэтому я бы не рекомендовал данную рулетку прокручивать сразу до конца. Дело в том, что стоимость данной рулетки, а именно 25 прокрутов, составляет 33 641 золотой. В целом, вроде бы много, но с другой стороны, если крутить аккуратно и не уходить сильно в минус, смотреть, что будет выпадать из тех же самых мистических контейнеров и посмотреть на то, когда будут появляться мега-контейнеры, которые выложены в рулетке штучно, можно, в принципе, придерживаться определенной границы спуска вниз по золотой копилке и, возможно, даже выйти в плюс. Ну что, ребят, давайте попробуем, попытаемся выйти в плюсик и в отношении шансов. Мистические контейнеры 14.75 за 1 и, ну, я бы сказал, 4.5% за 3 контейнера. Черные ящики. Вероятность выпадения крайне низкая 0.89, что меня очень сильно удивляет. Те же самые собери их все имеют шанс выпадения чуть более процента, и я не понимаю, почему черные ящики поставили ниже. Ну, наверное, типа, больше золота оттуда можно забрать себе в виде возврата в золотую копилочку. Мега-контейнеры, те, которые штучные, 1%, 0.13 и 0,007. А это у нас, ребят, главная награда. Ну и дальше все по списку. Короче говоря, ничего удивительного. Контейнеры в песочницу с вероятностью 55%, а значит, заберете их однозначно в полном объеме. Контейнеры с кастомухой 22%, что сразу намекает на то, что и их тоже забрать придется в полном количестве. Ну что, поехали. 100 голдовых. Вообще, ставлю перед собой границу в 400 тысяч по своей копилке, то есть потратить не более 7 тысяч золота. Ну и будем смотреть, что выпадать будет. Три контейнера с кастомухой. Зачем мне столько кастомизации, непонятно. А еще с учетом того, что это не так кастомизация, как аватары, которые к кастомизации имеют отношение постольку-поскольку, то это только удручает. Ну наконец-то. Камуфляжик забрал. Хотя, не знаю, честно говоря. Этих камуфляжей, по-моему, уже такое количество, что даже солить и то сложно будет. Соли не хватит. 150 золота. Ну, давай, родная, не подкачай меня. Хочу в плюс выйти. Есть мистический контейнер. Контейнер, давай мне. Давай новую свежую девятку, которую все уже забрали, кроме меня. Нет, не получается. Но зато есть мистический контейнер второго уровня, который смог собрать. Ну что, откроем, посмотрим. Шансы-то в два раза выше. Но, по факту, ничего интересного. Ну ладно, открыли да и открыли. В целом, не удивлен абсолютно. Я уже открыл более 920, по-моему, контейнеров мистических. До сих пор не забрал себе новую девятку. Но это грусть тосковая, серьезно. Я уже такое количество комментариев получил, в котором вы позабирали себе эти машины. Напишите, кстати, в комментах, кто тачку получил. Будет интересно посмотреть, сколько таких комментариев будет. Забираем. Слушайте, пока неплохо выпадает. На удивление, после кастомизации два раза мистики падают. А где песочные? Почему не даете? Собери их все. Слушайте, по-моему, рулетка меня сегодня может удивить. Ничего интересного. Только талисман. Поехали дальше. 300 золотых монет. Ну, наконец-то. Наконец-то. Песочные контейнеры. Забираем. Там писали мне по поводу того, что, по-моему, говорит, ГСН-разработчики с ними что-то сделали. Из них сыпятся прям чуть ли не один за другим талисманы. Но что-то не вижу. Ой, господи, талисманы. Сертификаты. Ну, давай сертификатик мне. Ну, пожалуйста. Ну. Короче, я бы, честно говоря, эти песочные контейнеры назвал бы бустер-контейнеры. Потому что кроме бустеров, нифига. Ну, реально. Так, три мистических контейнера. Слушайте, шансы-то были не такие уж высокие. Давай мне. Давай мне сертификат. Так. А что это я вышел случайно? Ладно, сейчас вернемся к этому делу. Где вы? Вот вы где, еще два. Ну, блин. Ну. Ну, не холера, блин. Сто золото. Нет, это подставуха какая-то, мне кажется. По-моему, с мистиками надо мной тупо издеваются. Ребят, напишите в комментах, сколько мистических сертификатов за последнее время вы получили, если открывали мистические контейнеры. Дайте хоть позавидовать немножко. Во, нормуль. Пятерочка прилетает. Пятерочка, иди сюда. Порой мне пишут в комментариях по поводу того, что ГСН, ты неправильно рулетку крутишь, неинтересно смотреть, ты прокручивай полностью рулетку, а потом уже из хранилища открывать контейнеры. Ребят, именно вот этот прокрут, такая система прокрута, для меня является идеальной, потому что я могу контролировать, сколько я трачу, ну и, соответственно, смотреть на то, что я получаю взамен. Если я взамен ни черта не получаю, то, соответственно, какой мне смысл дальше ее крутить. Поэтому я бы рекомендовал все-таки прокручивать рулеточку. Сделали прокрут, открыли контейнер, посмотрели, что вам выпало. Выпало что-то годное, идете дальше, ну, либо вышли в плюс и остановились. Ну, а если ничего не выпало, то тут, в принципе, и так все понятно, просто перестаете рулетку крутить. В моем случае, вот такой вот прокрут, он сейчас показывает, что я вышел в плюс, и теперь я могу, ну, в принципе, обдуманное решение принимать по поводу того, идти ли дальше в прокруте данной рулетки. Пока вижу смысл идти дальше, мега-контейнеры еще ждут впереди, есть еще мистические контейнеры, тот же самый собери их все, мало ли, вдруг что-то упадет интересненькое. Вот когда прокруты будут более дорогими, тогда уже стоит задуматься над тем, а стоит ли оно того. 830 золота. В принципе, тоже уже недешево, практически косарь для среднестатистического игрока, у которого золотая копилка не такая уж и огромная, это действительно значимая сумма. Так, ну, тут, тут зажало немного, немного зажало, 500 голды. Вот, зараза, ну, это последнее, все, вот что меня радует, что они закончились. Забираем. Да, песочные контейнеры, это, конечно, такая прорва, просто, просто голдосос. Ну, вот как бы, вот как бы, вот так вот, как бы ни о чем. Так, 1150, и я практически вернулся в отправную точку. У меня опять 407 тысяч с копейками голды на счету. То есть, все, что я до этого получал, я получил просто бесплатно. Костомуха. Раз, костомуха. Блин, нахрена мне столько аватаров? Куда мне их цеплять? Может, на новый год гирлянду сделать из них каким-то образом? Так, слава богу, тоже закончились. Дальше, получается, у нас идут обычные, нормальные, человеческие контейнеры, из которых, ну, хоть что-то, теоретически, можно получить. Мега, мега конт. Но, давай. Давай, подкинь. 500 с золотом, блин. Но, не зараза. Так, 1750. 3 черных ящика. Минимальный процент выпадения, и они все-таки выпадают. 300 золотом, раз. Но, давай контейнер выше уровнем. 300 золота, два. 400 золота, 3 продано. Забираем. 2000 золота без малого. 1990. Ну, блин, это уже дорого. Это уже становится дорого за... Ну, собери их все точно. 3 мистика. Тоже дороговато. За полторушку можно сколько там купить их? 5 штук, по-моему. Талисманы. 3000. Вот этого я не ожидал. Слушайте, из мистика 3 косаря, чтобы выпало. Ну, блин, это уже... Это уже знак. Знак того, что надо идти дальше. 3 косаря в плюс, но в минус по голде. 2150. Собери их все, не стоит точно. Мега-конты, мне кажется, тоже того не стоят однозначно. Ну, 2 усредненно еще куда не шло. Ну. Эх, блин. Мистический контейнер. Открываем. А где сертификаты? Где сертификаты? Где моя девятка? Где это все? Кто забрал? Почему мое везение у кого-то другого? 250 золотом. По талисманам надо еще... 2 мега. Ну, поехали дальше. Очень дорого обходится этот мега-контейнер. Так. А теперь открываем. Блин, надо было раньше так делать. Сначала смотреть содержимое, потом открывать. Суму АСМ. Ну, сумма у меня есть. 300 голды плюс 3750. Того получается 4050 с этого контейнера. Нормально. Нормально. 2440 золотом. Сюрприз не хочу. Сюрприз фуфло. 1250 гарант и мистический контейнер. Что мне принесет? Есть мистический сертификат. Ну, наконец-то. Дай мне коллекционную десятку. Зараза, блин. Но зато коллекционка. Не прям. 3750 в копилку возвращается. Так. Дальше. 2680. Ну, слушайте. Я сейчас в плюсе нахожусь. У меня в копилке было 408 тысяч. Стартовал часы 407. Черные ящики. Поднимут меня хотя бы на третий уровень контейнера. 200. И контейнер второго левела. Открываем. 200. Маловато. Маловато. Минималочку дала с контейнера второго уровня. Что у нас здесь? 400. Максимальная награда. И... Ну, давай еще выше уровень. Нет. Еще 400. Ну, хотя бы максималки повыдавала с контейнеров первого уровня. Это уже неплохо. Едем дальше. Слушайте, буду идти до конца. Иду до конца, потому что я в любом случае выходил в плюс несколько раз. И даже если я сейчас уйду в минус, в существенное, даже ниже 400 тысяч, если я опущусь, то я все равно уверен, что этими мега контейнерами должен буду вернуться хотя бы в отправную точку. Давай сюрприз. С сюрпризом, в принципе, ничего удивительного. В сюрпризе будет сейчас огромный сюрприз, из которого ничего не будет. Так. Контейнер на Калибана. Даст Калибана мне? Голды давай 750. Нет. Ни того, ни другого не забираю. К сожалению. 3000. За контейнер сюрприз 3000 бы в жизни не отдал. За мега контейнеры. Ну, тут можно подумать еще. Давайте попробуем. Так, посмотрели содержимое. Ух, азарт, азартушка, блин. Ребят, контейнеры это зло. Они так вызывают, зовут это чувство желания адреналина, бешеное. Ну, ну не падла ты, ну ты посмотри, блин. Ладно, давай еще раз. 250. Ну, маловато, блин. Маловато. Может, я исчерпал просто свой лимит везения на сегодня. 3000 контейнер сюрприз базара нет. Тут вообще без каких-либо удивлений с моей стороны. М4U. Будет М4U? Будет голда? Или будут бустеры? Ба, бустеры, иксы. Я же говорю, контейнеры сюрприз. По-моему, блин, одни из самых фуфловых контейнеров в нашей игре. Ну и 2500 отдаю сейчас за 10 мега контейнеров. Так, смотрим, что у нас внутри. Посмотрели. Ну и теперь давайте открывать 10 контов. Посмотрим, вернусь хотя бы в отправную точку. Собери их все. 3000 падает. Нормально, нормально. Собери их все, ничего не дает. Назад. Забрать. Еще 9 контейнеров. Ну, слушайте, 3 косаря, в принципе, воодушевляет немножко. 250 голды. Маловато. Маловато будет. А будет танк из мега контейнера? 750 золотом. Того получается 4000 на данный момент вернулось из этих 10. 300 золотом. Но! 250. Ну, слушайте, зажимать начало. Начало жестко зажимать. Может, я плохо посмотрел содержимое. Надо увеличить шансы. Ну, давай. 1250. Гарантированная награда. Дальше что у нас будет? Ребят, приближаемся к финишу. Но что-то как-то скудненько. Я, похоже, даже не окуплюсь. 350 золотом. Но! 250 голды. Может, по-другому как-то... А, все? Ладно, так. Сейчас попробуем по-другому. Сейчас сделаем вид, что мы, типа, дали им отлежаться. Но я пытаюсь увеличить шансы, как могу. Один контейнер остался у меня. Давай, родимый. Но! Но! 350 золотом. Ну, что такое? Ну, почему так мало? И здесь 300. Ну, все, ребят. На этом прокрут окончен. Прошли полностью с вами всю рулетку. Что мы в итоге имеем? Мистики нифига мне не дали. Да, в принципе, неудивительно. Потратил 4 тысячи... Ой, 7 тысяч, если верить копилке, голды. Ну, и в целом получил всякого рода там бустеры, иксы и другая шалупонь. С другой стороны, если бы у меня не было тех танков, которые мне выпали, то, наверное, можно было бы сказать, что я окупился бы или, возможно, даже частично вышел в плюс. Короче говоря, крутить рулетку или нет до конца, решать исключительно вам. Мой результат вы видели. Жду ваших комментариев с вашими результатами и вообще мнением по данной рулетке. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.